Я пчелка Майя, всем привет, жу-жу-жу, с вами очень я дружу, пригласить хочу вас в лес, там полны-полно чудес. На занятиях воспитателю приходится быть актером, певцом, танцором, физкультурником, знать сотни стихов и загадок. Ведь чтобы удержать внимание четырехлеток и научить всему, что запланировано на уроке, необходимо собрать воедино все знания и опыт. Воспитатели, что участвуют в конкурсе «Педагогический дебют» имеют небольшой опыт профессиональной деятельности, они работают не более трех лет, но полученные в ВУЗе знания еще свежие. У меня три образования, бухгалтер, юрист и психолог-педагог. Это мое третье образование. Год я работаю в детском саду, считаю, что это свое призвание. Почему? Потому что вот сколько бы я ни училась, сколько бы я ни работала в других сферах, меня все равно тянуло к детям. Просыпаются зверята и бельчата, и зайчата, и медведи бурые. Екатерина Антонова стихи к сценарию урока написала сама, а Ирина Карушина собственноручно расписала и отреставрировала матрешки для занятий по художественно-эстетическому развитию. В детском саду Ирина работает два с половиной года. По первому образованию кондитер, по второму психолог и педагог. Но главную университет и, пожалуй, прошла дома. У меня четверо детей, я проживаю все возраста. Кроме них еще я проживаю еще и свой возраст. И вообще по психологии характер формируется до пяти лет. Всего в конкурсе «Педагогический дебют» участвуют шесть воспитателей. Позади этап презентации, сейчас воспитатели дают показательные занятия, впереди публичные выступления. После этого подведут итоги районного этапа конкурса «Педагогический дебют» среди воспитателей района. Оксана Мирошникова, Евгений Шевченко, программа «События».